Под удивленные взгляды окружающих по улицам города ездят велосипедисты. Порой одеты они и вовсе не по сезону, в шорты или футболку. Но не все спортсмены предпочитают кататься в одиночестве. Да и одеваются обычно куда теплее. Они собираются группой по 5-6 человек, встречаются в установленном месте и покоряют зимний город. Очень здорово кататься зимой. То есть там могут люди говорить, что это как-то не по погоде, но тем не менее мы всегда собираемся в компании и катаем зимой. Можем где-нибудь остановиться, устраиваем пикники, можем попить чай с печеньями, поесть шаурмы где-нибудь и дальше едем. За раз ребята проезжают от 30 до 50 километров. Все в черте города, далеко не уезжают. Самая низкая температура, при которой они катались, минус 15. Для зимней езды велосипед нужный особенный. Или необходимо вносить какие-то изменения в свой. Максим конструкцию своего не изменил, только посоветовал смазывать цепь почаще, чтобы не заржавело. А вот Иван над своим железным конем потрудился. Я добавил в него, купил зимнюю резину. Шипованную специально, с протекторами такими специальными, чтобы она по краям была. И нормально, чтобы приехала. Главное, чтобы не проскальзывала. И я добавил крылья, не снимая тоже, потому что тоже бывает грязь, летит песок всякий, разрушает цепь, систему, кассету. Иван рассказал, что летняя резина зимой быстрее изнашивается, трескается и приходится ее менять. А вот Константин решил проблему кардинально. Он купил себе фэтбайк. Специальный велосипед с большими шинами. В них давление поменьше, от этого сцепление с дорогой лучше. Любой сугроб не помеха. Катается Константин всесезон на второй год. Говорит, что ничего страшного в зимней езде нет. Многие в первый раз, и многие говорят, что ожидал худшего, думал, будет сложнее, а по итогу разницы совершенно никакой. То есть это больше в голове, больше морально. Спортсмены с опытом предостерегают новичков от возможных ошибок. Самое главное – это одежда. В прошлом году Константин катался впервые. Азиап и переболел гайморитом. Теперь все ошибки учел. В первую очередь колени очень чувствительные ко всему. Там же как бы нет мышц, и их надо растирать обязательно. По возможности какие-то бандажи, может быть, эластичные бинты. Ну и, соответственно, размяться. Очень помогает вот эта вот штука на шею, на рот, чтобы дышать не холодным воздухом, а теплым. Ну и по мере своих возможностей, у кого уж какие есть одежды для зимы. Константин работает инженером, Иван – токарем. Коллеги знают об увлечении ребят и поддерживают их. Правда, сами пересаживаться на велосипеды не спешат. Ребята рассказали, что слышали о себе самое разное, что они молодцы и что они сумасшедшие. Но спортсменов это не останавливает. Они одеваются потеплее, собираются дружной компанией и отправляются по новым тропам в старом городе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.